В Калмыкии собрались лидеры в сфере культуры безопасного производства КТКР с разных регионов России, а также стран СНГ. А это более 70 топ-менеджеров, компаний, руководителей и специалистов производственных объектов. Актуальность саммита связана с новыми трендами гадровой политики, охраной труда, системой мотивации коллектива. Калмыкия и КТК сегодня взаимодействуют по пятилетнему соглашению о сотрудничестве, подписанному в апреле 2022 года. Документ охватывает все социально значимые сферы жизни региона образования, здравоохранения, культуру, спорт, а также адресную помощь наиболее уязвимым группам населения. Корпоративное мероприятие по совершенствованию практик КТК открыл глава Калмыкии Бату Хасиков. Он поприветствовал участников и отметил, что наша республика не зря выбрана местом проведения саммита, наш регион славится гостеприимством. Нельзя не отметить и фестиваль КТК к талантливым детям. Хасиков подчеркнул, что это уже бренд, который калмыцкие дети ждут каждый год. Глава региона в рамках саммита выполнил еще одну почетную задачу. Бату Сергеевич вручил медаль за содействие от министра природных ресурсов и экологии страны Александра Козлова генеральному директору КТК Р Николаю Горбаню. Очень символично то, что именно здесь, на калмыцкой земле, вот такое мощное мероприятие с огромным количеством регионов нашей страны, из дружеских стран у нас гости. И как раз таки вы будете совершенствовать свои знания, навыки. Я хочу также сказать, что здесь, в Калмыкии, для нас важно не только в той области, в которой представляете вы, формировать данную культуру безопасности, производства, ну вообще повсеместно. Наверное, потому что мы любим вашу республику. Нам здесь комфортно, мы считаем, что проводить там в Москве, например, в Краснодаре, там много замечательных, больших мероприятий, и республика Калмыкия, наверное, все-таки, и в этом плане тоже нуждается. Ну, практическая ценность одна. Как я и сказал, мы воспитываем лидеров, мы воспитываем осознанное отношение к культуре безопасного производства. И это приносит свои практические результаты. Мы уже который год идем без аварийно, и который год идем без травматизма, с нулевым травматизмом. В этом и есть практика.